Время, которое вы потратили, сажая цветы, не засчитывается в стаж жизни. Если это так, то некоторые наши садоводы и дачники будут жить вечно. Здравствуйте, с вами Александра Винченко и телеверсия журнала «Сады и огороды Приморья». А говорить мы сегодня будем именно о цветах, а точнее о розах. Хотим познакомить вас с жительницей Владивостока Ольгой Давлетшиной. Она увлечена розами. За пять лет Ольга высадила больше 200 кустов роз. Это розочка с Rhapsody and Blue. Она с простым цветком. Она не такая набивная, как вот английские розы. У нее, посмотрите, какие прекрасные желтые тычинки. И у нее букетное цветение. И у нее очень необычный цвет. Розы именно такого вот синего-голубого цвета, ну их сейчас моды на такие розы. Вот розы с простым цветком, розоводы к этому приходят через какое-то время. То есть сначала всем нравятся классические розы с классическим бокалом, потом нравятся розы шрабы, английские розы. А потом розоводы приходят к тому, что есть прелесть и в таких розах тоже. Оказывается, розоводы со стажем и дилетанты-любители оценивают розы по-разному. Вот эта розочка, я не знаю, к сожалению, имени, она пришла пересортом. Я выписывала здесь, нужно было бы мне создать белое пятно. И шнивитхен, но вместо шнивитхен пришла, похожа на нее роза, но это не шнивитхен. Ну вот она, в принципе, белое пятно, которое мне здесь нужно было, она здесь создала. Нужно, чтобы вот роза была вот с красивым, вот для меня, с красивым бутоном, допустим, да. Мне важно, чтобы был очень пышный, мощный куст, чтобы роза создавала большое такое пятно световое, чтобы это издалека смотрело очень красиво, чтобы это была именно пейзажная такая вот роза. Вот. У меня вот предпочтение я отдаю именно таким розам. Что только не выращивают наши садоводы-любители. Некоторые могут похвастаться даже урожаем бананов, а уж о цветах и говорить нечего. Пионы, розы, лилии. Но чтобы увидеть эту красоту, нужно попасть за забор. А розарий Ольги Довлетшиной открыт для всех. 70 кустов прекрасных роз посажены вдоль забора со стороны улицы. Те, кто бывают в садгороде, регулярно останавливаются у дороги, чтобы полюбоваться этой красотой. И заметьте, эти розы были высажены за забор не потому, что оказались не нужны. Сначала здесь розбурья, здесь лепка, высоковольтные провода. И в один из годов здесь электрики почистили просто эту территорию. Срубили все ненужные деревья и кусты. Подключился наш сосед, который здесь срезал огромные лопухи. Мне стало стыдно, что за моей территорией ухаживает не я, а сосед. Но стали мы сами здесь участие принимать, облагораживать эту территорию. Ну, можно было посадить хвойники, можно было посадить сирени, можно было посадить чубушники, ну, какие-то там кустарники, создать композиции. Но, так как я очень сильно увлеклась на тот момент именно этой культурой, у меня вообще не стоял выбор. То есть, я уже точно понимала, что здесь будут расти розы. Я именно хотела всем показать, вот, всем жителям района, города, что это не сложная культура, на самом деле, для выращивания. Нужно просто знать какие-то небольшие азы агротехники. И наш климат, он позволяет вырастить эту культуру у нас. Розочка Навалис. У нее очень интересный такой оттенок. Ну, розоводы называют этот оттенок голубым оттенком, хотя у роз нет гена, который дает синий цвет. Он отсутствует у этой культуры. И поэтому современная селекция вывела оттенки, которые приближены к синему цвету. Посажена, любуемся. Это розочка Флорибунда, у нее букетное цветение. Она очень молоденькая. Ей вот буквально вот второе лето она цветет, ей три годика. А вообще, это достаточно такой мощный, сильный куст, который выдает шикарное цветение, не видно листьев. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Сегодня мы говорим о розах. Начинающим розоводам мы советуем посмотреть второй номер журнала за 2023 год. А всех любителей роз приглашаем побывать на станции «Садгород», где жительница Владивостока Ольга Давлетшина разбила розарий, высадив розы прямо перед забором своего участка. И теперь все желающие могут полюбоваться роскошным зрелищем. Представьте себе 70 кустов цветущих роз. Ну вот эта роза Анжела, это тоже знаменитая роза. Многие розоводы ее очень любят. В этом массиве всего лишь два куста. Розочка нежадная на цветение, нежадная на побеги. Цветет вот такими огромными охапками. Достаточно долго держится у нее цветок. Она цветет уже здесь. Она зацветает одна из первых. И она цветет здесь уже три недели эта роза. Повредила ее вот последний дождик. Если бы не дождь, она бы, конечно, еще бы дольше постояла. Но после этого цветения мы ее обрежем по правилам летние обрезки до первого пятилистника. Она нам выдаст повторно побежки. И может быть не такое массовое, конечно, не такое обильное будет цветение. Но довольно приличное цветение она еще один раз нам выдаст. Всем рекомендую, всем советую. Совершенно беспроблемная роза не болеет. Не боится ни дождя, ни солнца, ни туманов. Стойкая розочка, ландшафтная, замечательная, прекрасная, с тычинками. Ну, дифирамбы. Одни дифирамбы. Сложно поверить, но розы цветут только второе лето, а уже нарастили такие мощные кусты. По словам хозяйки Розария, секрет в том, что розы нужно укрывать. Те, кто пытается найти морозостойкие неукрывные сорта, лишают себя большей части красоты. Они теряют мощь куста. Потому что, если мы вот возьмем вот эту розу, да, видно, где побег прошлого года. То есть вот на боковушке это побеги текущего года. Очень важно сохранить скелет куста. Это очень важно. То есть розу ты весной обрезаешь от земли не на две-три почки и ждешь, когда она нарастит куст. А ты розу обрезаешь на 40-50 сантиметров. Ну, разные розы, разные группы немножечко имеют там, ну, свои особенности, разную обрезку. Но в данном случае вот эта флорибонда, ее обрезают на 40-50 сантиметров от земли. Она дает множество боковых побегов. Она выходит раньше на цветение. И она дает именно такую массу куста. Розы нужно укрывать. Любые розы, какие бы они вот не были зимостойкие. Даже вот канатки, казалось бы, они очень зимостойкие. Надо укрыть любую розу. Вы ее укроете, она вам 100% перезимует вся и даст замечательное, отличное, шикарное цветение. Эта плетистая роза называется роза Ева. И мелкоцветковая плетистая роза. Необычайно стойкая, необычайно обильная, необычайно неприхотливая. Нравится мне вот такой вот цвет, именно розовый, темно-розовый. Поэтому вот не бойтесь, сажайте плетистые розы. Укрывается. Она хоть и колючая, но у нее очень мягкие побеги. Она очень легко укладывается на зиму. Специальные перчатки по локоть. Краги такие продаются. Есть более дорогие для розоводов. Я покупаю самые, что ни на есть, дешевые краги. Служат года два, потом их можно выбросить, они превращаются в тряпочку. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что роза колючая. Участок в садгороде Ольга с супругом приобрели 10 лет назад. Пока она со своими розами не вышла за забор, знала только ближайших соседей. А сегодня с ней здороваются десятки людей и столько же звонят и приходят, чтобы расспросить о розах. Такое паломничество хоть и приятно, но по мнению хозяйки розария не оправдано. Люди ко мне обращаются с просьбой рассказать, как это у меня получается, что это за розы, чтобы я могла продать эти розы. Мне радостно, что люди наблюдают такую красоту, задают вопросы, значит они заинтересованы. И если у кого-то появится такой же аналогичный розарий, ну, наверное, я буду чувствовать свое участие в том, что такая красота появляется, ну, где-то еще. И, да, популяризировать это нужно, безусловно, потому что я сама получила информацию от таких же розоводов. То есть они поделились этой информацией, они выложили безвозмездно свою информацию в интернете. Найти любую информацию сегодня не проблема. Как говорится, гугл вам в помощь. Однако, судя по тому, что Ольге постоянно приходится отвечать на одни и те же вопросы, гугл помогает не всем. Для розоводов, особенно начинающих, актуально несколько ресурсов. Сайт, где очень много информации именно про розы, это «Розы Бук». Это российская площадка, создали его именно российские розоводы. Там о любой розе можно почитать и посмотреть фотографии, не просто из глянца фотография, а именно розоводы, увлеченные розоводы, которые выращивают конкретный сорт розы, выкладывают под этой розой свои личные фотографии. Вторая площадка, где мы можем получить огромный пласт информации, это «Вестник садовода». Кладезь информации. Нигде ты этого не прочитаешь, тебе никто это… Из современных блогеров тебе никто это не расскажет, из молодых блогеров, потому что они сами пользуются этими площадками, не сами оттуда берут информацию и пересказывают просто ее. Еще один источник – ютуб-канал Галины Баскаковой. К сожалению, в этом году Галины Баскаковой не стало, но канал по-прежнему доступен. Она просто показывала красоту своего сада, розового сада. И не так давно, наверное, года, может быть, два назад, по просьбе ее подписчиков, она осмелилась рассказать о своем опыте. Если я буду что-то рассказывать, я буду делиться конкретно опытом вот той же самой Галины Баскаковой, потому что я розы выращиваю именно по ее рекомендации. Все, кто видел Ольгины розы, посаженные вдоль забора, наверняка сгорают от любопытства. А что происходит за забором? У нас с вами есть такая возможность побывать и на участке. Мы настоящие, можно сказать, сельские жители. Хоть и живем в городе Владивостоке, но на нашей территории растет все. Картошка, розы, газон, елки, липы. Поэтому, если говорить про газон, то газон мы посеяли сразу, как только мы сюда заехали. Первый год здесь рос бурьян. Когда-то наверняка здесь был огород. Но осилить площадь такую огромную под посадки мы, конечно же, и не планировали, и не хотели, и физически не могли. Поэтому у нас моментально родилась идея засеять лишнюю площадь, чтобы не росла трава газоном. Мы купили траву, которая для тени, и ее посеяли. Посеяли по технологии, прошлись в одну сторону, и потом прошлись в другую сторону. Сеяли с мужем вот вручную, как показывают в фильмах, разбрасывали эти семена. Сверху газон слегка присыпали песком и неделю обеспечивали порив. Еще пришлось отгонять воробьев, которые с интересом присматривались к семенам трав. Через две недели газон взошел. Тоже это в первые годы, когда мы только здесь стали жить, я посадила хосты. Потом после хост появились розы, после хост появился газон. Ну, они в один год, даже с хостами газон, и хосты в один год появились. Ну, вот оказалось, что хосты очень красиво и замечательно подбивают и газон, и розы. И создают такие вот интересные пятна, как бы переходы, такие не резкие переходы, а такие плавные переходы от роз к газону. Довольно удачно получилось сочетание. Любой кусочек земли, который высвобождается из-под чего-либо, обязательно туда сажается роза. Роза розариум розен конинген. Достаточно устойчивая роза. Это немка, шраб, букетное цветение. Дождя не боится, солнце не боится. Самое главное, эту розочку не кормить по листу. Ну, и научиться правильно подвязывать, потому что масса цветов, да, тут получается сетка 15 на 15, 2 метра на метр. Это арматурная сетка. Я ее согнула дугой, ну и постаралась на эту дугу разложить вот плетье этой розы. Но мы видим, что, ну вот, все равно что-то надо другое придумать. Наверное, все-таки какую-то перголку или опору красивую. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Наши предыдущие выпуски можно посмотреть на сайте sadprim.ru в разделе видео. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Сегодня мы рассказываем вам о розах Ольги Довлетчиной. По секрету скажем, что хозяйка Розария окончила сельскохозяйственную академию. Но в свое время она выбрала не факультет растения и водства, а экономический факультет. А если говорить об экономике и финансах, можно предположить, что для создания такого сада в землю было закопано не меньше миллиона. Миллионы, конечно. Где их взять? Да, миллионы. Поэтому гольно, выдумки хитра. Саженцы роз я выписывала зимние прививки. Стоимость этих саженцев в наших питомниках была в районе 200 рублей. Поэтому увлеченному садоводу потратить на саженец роза, которая будет тебя радовать, это многолетник, она тебя будет радовать несколько лет, я не думаю, что это как-то дорого. Создавать хвойную коллекцию, покупать хвойные растения, да, это действительно гораздо дороже, чем заложить розарий. Один из старожилов, который мы посадили тоже в первый год, когда мы приобрели этот участок, купила я это растение в ботаническом саду. Это тис. Купила я его тоже совершенно маленьким. Вот за 10 лет оно выросло вот в такой огромный тис. И все тисы, которые у меня растут возле забора, это я их самостоятельно начеренковала. Черенкую я, как правило, ранней весной. Побежки, которые перезимовали, я их вот так вот с пяточкой отрываю. Я их с пяточкой отрываю. И в рыхлую земельку я их черенкую. Я, где вижу интересный хвойник, я стараюсь череночек взять. Какие-то черенки у меня приживаются, какие-то нет. Руку набиваю. Но все, что у меня растет, это выращено именно из либо стаканчиков П9, которые я купила, либо из череночков, которые я где-то нарезала. Если есть желание создать свой сад, нужно просто, не просто мечтать, а нужно брать и делать. Посадить. Даже если ты понимаешь, что когда-то оно здесь расти не будет, потому что здесь вы построите дом, или здесь вы будете закладывать дорожку, всегда можно пересадить. Пробовать нужно, набивать руку нужно, не нужно бояться. Ну, только так, мне кажется, приходит опыт. Вы смотрели телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Сегодня мы рассказывали вам о розовом саде Ольге Давлетшиной. Более подробно вы сможете прочитать о нем в четвертом номере журнала, который выйдет в начале августа. Начинающим розоводам мы советуем посмотреть материалы второго номера журнала за этот год. А на сегодняшний день это все. Пусть ваши сады и огороды радуют вас цветением и урожаем, а лето дарит больше солнечных дней. Увидимся в августе. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok